Вот вы коснулись темы проповеди на рок-концертах. Одни священники считают, что это правильно и нужно. Другие считают, что этого не нужно делать. Но, наверное, те, которые считают, что не нужно и не надо этим людям идти, у них нет, видимо, желания проповедовать вот в этой среде. У церкви нет никаких приказов. Пожалуйста, все с завтрашнего дня идите на рок-концерты. Кто-то может сказать, а у нас в Коряйке нет, не бывает рок-концертов. Нет, вы, пожалуйста, найдите этот рок-концерт где-то там и выступите. Такого никогда не будет. Как мы никогда не скажем священнику, который нашел общие слова с огромным количеством молодежи, посещающей эти рок-концерты, когда мы замеряем реальный результат этих слов, видим обращение людей ко Христу, никогда не скажем, слушай, ты не ходи туда, потому что вот батюшка с соседней улицы, он против. Единственное, миссия ведь сама, что хочется сказать в этой связи, миссия, она по своей природе сопряжена с риском, потому что она предполагает некую инкультурацию, вхождение в другую культуру. Ведь те же самые риски были у Кирилла и Мефодия, у князя Владимира, у апостола Павла, у всех огромные риски, связанные с соприкосновением с другой культурной средой. Если другая культурная среда должна вас понять, то вы должны стать для нее понятны. Здесь тончайшая грань. Те, кто видят эту грань и не переходят границ, те осуществляют деятельность безупречную. Те, кто грани не видят и от проповеди в той или иной среде переходят к апологии той или иной среды, к пропаганде той или иной среды, кто себя непременно отождествляет с той или иной средой, вот эту грань переступает. Миссия на рок-концерте не означает для священника собственно говоря, признание этой культуры, важной лично для него. Мне приходилось два раза в жизни выступать на рок-концертах, я понял две вещи, что ни о какой проповеди речи быть не может, потому что разогретая публика никакой логики повествования не уловит. Улавливается только логика ритма и шума. Значит, любое логическое повествование контрпродуктивно. Значит, в такой среде вы можете говорить только лозунгами, говорить одну-две минуты. Этот лозунг должен лечь на сознание людей, но обратить их мысль к Богу. И если это происходит, слава Богу. Если это не происходит, то священнику нужно тогда отказаться от того, чтобы в этом участвовать. Вот почему я считаю, что такого рода миссионерские эксперименты не могут жестко предлагаться всей Церкви в виде, допустим, синодальных постановлений. Хотя меня кое-кто к этому в свое время подталкивал. не будем одобрить, благословить. Не будем одобрять и не будем благословлять. Но и не будем мешать тем, кто находит возможность будить в людях религиозность, поддерживать, может быть, то, что уже затухло где-то там на глубине сердца через умное и правильное слово, обращенное в том числе и в контексте вот такого рода выступлений.